Доброго всем! Сегодня у нас в работе головка блока цилиндров DAF 105, рядная, и по заказу клиента мы будем менять стаканчик и форсунок. Должен заметить, что в этой головке могут стоять два вида стаканов. Прямой стакан форсунки и стакан с носиком. Конкретно в этой головке стоят прямые стаканчики. Клиент привез комплект стаканов с уплотнительной резинкой. Данную операцию мы выполняем на снятой головке, однако все это можно сделать и надвигать. Замечу, что резинка на этом стаканчике болтается, хотя с таким я раньше и не встречался. Обычная резинка садится на стакан с натягом. Однако, как утверждает клиент, эти запчасти оригинальные. Поверим ему и будем ставить то, что он нам привез. Традиционно при замене используем метчик и так называемый обратный молоток. Метчик в этом случае М24. Смазываем его маслом и нарезаем резьбу. Резьбу следует нарезать не менее двух сантиметров. Если мы это делаем на двигателе, необходимо в шахту стакана забить кусок тряпки, чтобы стружка не просыпалась в цилиндр. Теперь вкручиваем в резьбу муфту обратного молотка с требуемой резьбой. И уверенно выдергиваем стакан из колодца ГБЦ. Так выглядит шахта стакана-форсунки после демонтажа. Теперь нам следует удалить старое уплотнительное кольцо. Оно располагается в районе юбки стакана, то есть в верхней части специальной проточки. Выковырять ее порой достаточно сложно. И если резинка еще не совсем задубила, то это сделать гораздо проще. Швайкой или острой чертилкой, спицей накалываем резинку, отодвигаем в сторону и уже затем вытягиваем из шахта. Сложнее, когда резинка совсем пришла в негодность и крошится мелкими кусочками. Тогда поковыряться придется значительно дольше. Нам в этом плане повезло. Геннадий, хоть и не без труда, вытягивает то, что осталось от резиновых колей. А вот она такая стала. Приобрела контур посадочного места и в сечении у нее получился квадрат. Обязательно подготовим шахту к монтажу нового стакана. Для этого щеткой по мазкам и дренью очищаем шахту, а точнее посадочное место у носика форсунки и в районе юбки стакана, где располагается то самое резиновое кольцо. Очищаем от всевозможной грязи, отложений и накид. Теперь монтируем на свое место новое уплотнительное резиновое кольцо. Стаканчик нижней части уплотняется за счет проточек. В этой проточке мы отметили, что есть какие-то раковинки, поэтому на всякий случай наносим на проточку стаканчика герметик. Резиновое колечко обязательно смажем маслом. Заводим шахту стаканчик и уверенными ударами, с усилием, но не перебарщивая, забиваем молотком стаканчик на свое место до характерного глухого звука. Обязательно проконтролируем свою работу опрессовкой. Это скорее всего для спокойствия души. Собственно, я не помню каких бы то ни было проблем после замены. Хотя старожилы поговаривают, что несколько случаев неудачной замены все же было. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок. Продолжение следует...